На Вести ФМ, 103, Дагестанское радио. В эфире передача из рубрики «Ленья жизни» ведёт программу «Журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эдуард Эмиров». Редактор Бедернися Гусейнова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в гостях представитель Союза музыкантов Дагестана, заслуженный деятель Искусства Российской Федерации, член Общественного консультативного совета Академии Каспии Хан Мирзаханович Баширов. Сегодня пойдёт речь о мероприятиях Академии Каспии, посвящённых реализации программы «Педагогическое наследие Дагестана», в которых Хан Мирзаханович принимает самое активное участие, являясь членом Общественного консультативного совета нашей Академии. Хан Мирзаханович, в этом качестве вы участвуете в мероприятиях, организуемых Академии в рамках реализации этой программы. Нужно продолжать рассказывать о выдающихся педагогах прошлого нашей Республики, увязывая традиции с новациями. Добрый день, дорогие друзья! Я считаю необходимым проводить подобные мероприятия, чтобы знали об этих великих людях. Хочу поблагодарить и вас, Эдуард Эльич, и Академию Каспии в лице Магомеда Ильича Чабакарова за ту огромную работу, которую вы проводите. Они оставили добрый след на этой земле своей бескорыстной работой. Вы лично, вот вы лично, также вносите свой вклад, чтобы подрастающее поколение приобщалось к нашей культуре. На протяжении многих лет вы уже возглавляете жюри различных детских конкурсов. На днях возглавляли жюри конкурса пианистов, посвященные Рагимат Гаджиевой, которая родом из Ахтынского района. Да вы и являетесь почетным гражданом Ахтынского района не случайно. Много делаете для того, чтобы повысить уровень исполнительного мастерства далеко от Махачкёв находящихся районов. В селении Ахты прошел межрайонный открытый конкурс пианистов в имени Народной оптической РСФСР Рагимат Абдулталибовна Гаджиевой, которую я знал очень хорошо. Хочу выразить огромную благодарность организатору Абдул-Кериму Азизагаевичу Рагимову. Конкурс был уже пятый, юбилейный. Подобное необходимо, чтобы развивать художественно детишек. То, что в городе, здесь тоже проходит конкурс пианистов имени Горта Далича Гасанова, приезжают сюда городские о сельских детишках, о сельской молодежи, к сожалению, мы забываем. И вот с этой целью был учрежден этот конкурс, несмотря на тяжелые условия. Но не у всех сельских детишек есть возможность заниматься дома. В Ротульской музыкальной школе у них вообще нет пианина. У них есть синтезатор, но ту программу, которую исполняют на рояле, не сыграешь на синтезаторе. Второе, Ротульский район, Ахтуньский район рядом. Родители не отпустили ребенка на творческое соревнование. Об этом тоже говорили директора. Детям необходимо художественное образование. Это не только музыка. Несмотря на то, что они могут и не стать пианистами, вокалистами, исполнителем на разных инструментах. Но это очень важно в своей приоритете культуре. В жизни пригодится. Вот у меня ученики есть, преподаватели в школе. Я им говорю, не важно, вы станете музыкантами. Важно, что вы будете грамотны, эстетически развиты. Эдуард Ильич, наша цель, наверное, все-таки воспитывать то, что мы знаем, передать молодежи. Просто необходимо считаете. Вот так же, как и передавали вам в свое время, ваши педагоги, об одном из этих педагогов, легендарной Лилии Викторовны Итигонной, даже делали передачу на дагестанском радио. Несколько слов о ваших учителях. С трепетом. В первую очередь вспоминаю Евгения Алексеевна Троицкая, Лилии Викторовна Итигон, народная артистка Дагестана. Ирина Мариановна Трофимова, это школе в училище. В консерватории Эрвин Григорьевич Камалов, ныне покойная. Здравствуйте, Людмила Андреевна Круглова. Помимо того, что они учили мне игре на рояле, в первую очередь они учили оставаться человеком всегда. И мы учились у этих людей. Вы знаете, Игорь Федоревич Гасанов, Абисады Качдагиров, наши дагестанские корифеи одновременно, и педагоги были они. Они многого дали для Дагестана, и мы должны быть похожи на них. Дальше наша средняя плеяда, к сожалению, Магомед Азисханович Кусейнов, Магомед Касумович Касумов, Касум Магомедович Магомедов, Рамазан Магомедович Гаджиев, исполнитель, дирижер Хоровин. В первую очередь были гражданами, патриотами своей страны. Через свое творчество они воспитывали нас. Мы даже забыли Магомеда Абакаровича Абакарова, нашего легендарного, много лет возглавляющего. Да, эстерадный артист филармонии, народный артист Дагестана. Светлая память. И в душе мне очень грустно бывает, что этих людей нет. Не с кем посоветоваться, пообщаться. Вот когда мы делали передачу Анамисады Качедагировича, я вам приносил клавир. Помните ноты? Его рукой подписаны. Помню, было 1 марта 1973 год. Сколько? Уже 51 год пошел. Их и сегодня не хватает. И вот, чтобы этот вакуум заполнить, мы должны с вами воспитывать на примере наших великих мастеров. Продолжая тему воспитания, я хочу проинформировать наших радиослушателей о том, что недавно Международный артистский комитет присвоил вам, Хан Мирзаханович, знак почетного педагога-наставника творческой молодежи. Да, было такое. Директор Академии Каспии Магомед Абакаров от имени Артийского комитета вручил вам эту награду на семинаре по наставничеству, посвященном педагогической династии Адулкадыровых. Салим Абдуразакович Адулкадыров, директор Махачкалинской школы номер 18. Вот что вы думаете о наставничестве в педагогической сфере? В школах проходят, помимо своей программы, будь то география, история и так далее, и внеклассная работа. Военно-патриотическое воспитание – это тоже наставничество. И даже у нас учреждено звание «Заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан». Я знаю несколько человек, кому присвоили это звание. Я думаю о том, что это было и будет. Почему? Потому что тот же вот «Токс-Токс» – телевизионный отят красных следопытов. Детишки находят могилу и павших наших солдат, земляков по всей стране и проводят слеты «Токсов». У «Истоков», кстати, вы тоже его хорошо знали, герой Советского Союза Николай Алексеевич подорожен был. С нами, в смысле в нашей школе учился. В нашей пятой школе Махачкала учился, да. Вот эти люди, они много очень сделали, и мы должны продолжать их дело. Ну, наставник я и преподаю еще, и встречаюсь с молодежью. Может быть, вот это артистский комитет приметил, наградил. И спасибо Маргарту Ирисовичу, который вручил эту награду. Хан Мирзаханович, вы член Президиума Общественного Совета Ветерана Войны и Труда Республики, Министерства Внутренних Дел Республики. В конце февраля нынешнего года вы приняли участие и выступили на семинаре по теме патриотическое воспитание молодежи, исторические традиции и современные реалии, посвященному герою России Нурмагомеду Гажмагомеду, погибшему во время СВО на Украине, и известному ученому-обществоведу Зену Лабиду Гасана. Вы говорили тогда об использовании возможностей образовательных программ для проведения дополнительных занятий культурно-просветической направленности по освещению героических страниц истории народа в России, в том числе и Дагестана. Вот расшифруйте эту вашу тему. Ну, я хочу сказать, чем я занимаюсь с культурой, это и музыка, это и литература, там, живопись и так далее. Через эти средства, через культуру, это как раз идет воспитание, я об этом как раз и говорил, выступая там. Ну, элементарно, смотрите, возьмем жанр песни. Многие знают песни, и вот когда слушают, особенно старшее поколение, они доносят до молодежи, чтобы слушали, чтобы суть вели. Ну, пусть будут те же журавли знаменитые, пусть будет та же священная война. Ведь люди, когда начиналась война в 41-м, они уходили на фронт, на вокзале выступал ансамбль Александрова, пел за душу, за душу, да, через культуру. Мы должны воспитывать молодежь. Сейчас интернет заполонил вот это вот попсой, непонятной музыкой, и внешне там непонятно, во что они одеты. И если анализировать через музыку, там, что они там пишут, что... Вот помочь разобраться в этом интернет-мусоре, должны такие люди, как вы, помогать. Обязательно расшифровать, показывать, да. Эдуард Ильич, даже появились композиторы, композиторы, себя композиторами называют люди, элементарно нотную грамоту не знают, они вооруживают через интернет и называют себя композиторами. Даже вот дагестанской музыки, сколько ее... Они узбекская, там, туркменская и так далее, пишут слова и выступают на корпоративах, там, на свадьбах и так далее. Это все неправильно, это не воспитание. Воспитание через настоящее искусство, через настоящую культуру. Наша роль, а мы должны донести, показать. Пользуясь лучшим, советую, ходите больше на концерты, на спектакли, слушайте хорошую музыку. Ведь музыка в переводе не нуждается, так же, как и живопись, картина. Ну, внизу подписано, допустим, «Богатырь» и тот же «Воснецок». И у людей это восприятие. Или знаменитая девятая симфония Людвига Бетхойна. В 73-м году Конгресс миролюбивых сил был, когда исполнялась девятая симфония. Чем она отличается? Впервые Бетховен применил хор в этом сочинении, в огромном полотне. Вот это воспитание тоже. Понятно. Может быть, не до каждого доходит. Я прекрасно понимаю. Ну, и мы должны воспитывать, чтобы осознали, чтобы они подумали. Ну, приблизительно, что под эту музыку. И массу песен было. Это необходимая работа. И я как хожу в эти общественные все советы, я стараюсь нести свою лепту. Я тоже всю жизнь не буду. Ну, и спасибо этим министерствам и ведомствам, которые вас включают в президиуме вашей организации. Видимо, зная о том, что вы внесете какую-то свою лепту. Свой взгляд на те вещи, которые обсуждаются. Возвращая вас опять в педагогическую сферу, хотелось бы знать ваше мнение об изменениях в закон об образовании Российской Федерации. В частности, касающихся введения в образовательный процесс таких дисциплин, как ОБЖ и защита родины. Вот слово «сочетание защита родины» сейчас добавлено. Да. Было просто ОБЖ. Да, да, да. Профориентации школьников. И предмета семьеведения направлено на формирование положительного образа семьи, целомудрия и ответственного отношения в быту. Три дисциплины, которые сейчас вводятся. Ваше отношение к этому? Необходимо ли это нашим школьникам? Это надо было давно, Эдуардене, что-то ввести. Почему? Потому что я считаю это святое дело. Но патриотизм, он как раз сливается со всеми теми вопросами, о которых мы ранее говорили. И немаловажную роль в этом играет культура и искусство. Я часто встречаюсь со студентами, я часто встречаюсь со школьниками. И мы с чего начинаем разговор? С того, что вы где живете в Дагестане, а Дагестан кто творит? Кто в Дагестане? Вот отсюда надо это просто обучать. И поэтому я поддерживаю этого. Вы же помните, как мы с вами, учащаясь в пятой школе МАЧКВ, встречались с директорами заводов, главными министерами. Ходили раз в неделю на фавору Гатригиевого интернационала и завод Гаджиева. Смотрели, как работают рабочие ИТР. И эта профилитационная работа возвращается, слава богу. Что касается ОБЖ и защиты родной, на сегодняшний день это очень актуально. Она и раньше была актуальна, а сегодня тем более. В связи с СВО. В связи с теми событиями, которые сейчас происходят и на Украине, и не только на Украине. А что касается семейведения, ну этот предмет хотя бы в виде рекомендации, но должен был быть введен уже давным-давно. Сегодня вы видите, что происходит за границей, как падает уровень, положительный образ семьи и так далее. Нам это надо возрождать. Чем раньше, тем лучше. К сожалению, вот этот СВО, вопрос он очень такой сейчас пока открытый. Конечно, мы хотим, что это так и в свое время и Сталин говорил, победа будет за нами. Эдуард Ильич, и это СВО и воспитало, и сколько героев в Дагестане? Девять, к сожалению, и посмертно кто получил, и семь человек тоже. Значит, не такая уж плохая молодежь у нас. Да, да. Вот патриотический год. Вот это и есть результат патриотической работы нашей. Вот на примере личном. И первый герой кто был? Наш был, Нурмагомед. Сейчас его именем названа 42-я школа. Очень хорошо. Именем Нурмагомеда и Гаджимагомедева. Правильно. Конечно, жалко, молодой. Помните, когда президент Владимир Владимирович Путин, он говорил, я дагестанец, я лакец, я чеченец и так далее. То есть он этим подчеркнул любовь к нашей стране. Он этим подчеркнул, что для него все народы одинаковые. Спасибо, Хан Мирзаханович. С вами всегда интересно встречаться. Вы человек с активным общественным лицом. Я думаю, что и дальше мы будем продолжать тему воспитания, образования в рамках реализации программы «Педагогическое наследие Дагестана». Встречаться в нашей студии «Вести.ФМ». Спасибо большое. Спасибо и вам, Эдуард Деничин. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. В эфире прозвучала передача из цикла «Линия жизни». Вел программу журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эдуард Эмиров. Редактор и монтаж программы Безерниси Гусейнова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова